Приветствую вас, дорогие братья и сестры. В этих краях я вижу, что второй раз. Но как бы мы, как христиане, сами не планируем свою жизнь, а Господь сам планирует, где мы будем, с кем будем встречаться. Я благодарю Господа, что нахожусь в таком хорошем месте. Но самое главное, что здесь присутствие нашего Господа Иисуса Христа. Смотрите сегодняшнюю молодежь, чем они занимаются. Из этого молодежи Господь выбирает для себя сосуды. И сегодня те молодые люди, которые находятся среди нас, служат Господу. Во всем слава нашему Господу. Душа, человек, я не знаю, может ты прямо сейчас не здесь находишься, а где-то там за деревом. Ты сидишь там и размышляешь об словах, которые слышишь с этого места. Я говорю тебе, еще не все кончено. Господь любит тебя. Покайся. Слава нашему Господу. Я хочу прочитать, в Римлянном 5 глава 8 стих написано. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Да. Неужели это солнце скажет тебе спасибо тебе, что открыл твои окна, и я захожу в твой дом? Для солнца все равно, ты откроешь или нет. Откроешь, солнце зайдет, будет для тебя хорошо. Закроешь, будет для других хорошо, для тебя будет худо. Господь хочет, чтобы сегодня для тебя было хорошо. Распахни окни. Открой дверь твоего сердца. Хочет Господь своими лучами сегодня войти в твое сердце и вложить Слово Божие в твоем сердце. Слава нашему Господу. Не закрывай свои уши, слушай. Это пустота Господь создал. Кроме Него никто не может там заполнять. Жизнь в Иисусе Христе. Слава Господу. Покайся, принимай Христа. Но это мусор, там нету жизни. Это ад, это ложь. Никогда не знал Бога. Но моя душа искала Его. Искала Бога. Но я воскрес, слава Богу. Потому что Христос явился в моем комнате. И сказал, пусть будет тишина. Он сегодня может явиться в твоем жизни. И может сказать, пусть будет тишина. И успокоится все волнения твои. Все волны твои. И Господь сегодня хочет дать себе мир и покой. Потому что Он наш Царь, который хочет, чтобы ты жил с Ним на небесах вечно. Ты человек. Ты человек. Вечная душа. В тебе есть Дух. Ты сам Дух. Когда ты видишь из своего тела, ты будешь стоять перед престолом Господа. Блажен тот, который сегодня принял этот факт. И принял Христа как личного спасителя. Я, потому что Господь говорил со мной. Потому что осветил меня Господь. И я посмотрел. И я видел мои грехи. Никто не может обличать человека за его грехи. Это только может сделать Дух Святой. И сегодня Святой Дух тебе говорит, грешный человек, ты знаешь, если ты не принес меня, завтра в таком положении, в таком ситуации не можешь стоять передо мной. Будет очень худо для тебя. Поэтому первый раз Христос пришел для спасения. А второй раз Он исходит с небес, чтобы судить этот мир. А вы тот выбранный народ, который Господь выбрал из этого мира, чтобы жили вечно на небесах. Слава Господу! Слава Господу! Слава Господу! Слава Господу! Слава Господу!